я приветствую вас на канале аленин сад своем очередном видео в котором расскажу про огород остававшийся в течение больше чем двух недель без ухода прежде чем делать такое видео я долго размышляла над этой необходимостью потому что в последнее время под последними видео появлялись комментарии о том что людям уже неприятно смотреть мои рассказы о том как я что-то не успеваю что-то у меня не доделано что-то у меня все в планах и в планах и как бы работы той которую я планирую я не делаю но цель ави как бы да я и сама понимаю что топчусь на месте в вопросах организации сада потому что про огород я этого сказать не могу про огород я чуть позже все объясню в организациях сада до в аленином саду можно было бы сделать гораздо больше даже за этот сезон но очевидно что я не сделала не потому что я ленивая и не хотела и мне нравится вам рассказывать только про то что потом потом когда-нибудь я что-то сделаю нет параллельно с этим ведь у меня идет другая работа я пишу книги и это стало теперь моим основным источником дохода основным источником работы вдохновение мое уходит в книги я закладываю тот фундамент который в будущем не будет приносить материальные средства к существованию для того чтобы я могла дальше заниматься творчеством конечно художник хорош когда он голоден но у меня есть и дети есть собака которых тоже нужно кормить если они пока еще не художники то голод на них сказывается плохо плюс конечно же для реализации моих фантазий тоже нужны средства это не делается вот так вот вы все об этом прекрасно знаете уверенно всем не хватает материальных средств для реализации своих фантазий если среди вас есть такие которым всего всегда достаточно и все желания фантазии ваши реализованы то обязательно пишите комментарии будет очень интересно почитать вот поэтому в этом году у меня в феврале вышли несколько книг перец тыква борьба сорняками и и все о выращивании собственной зелени в течение сезона и не только недавно у меня вышла книга про заготовки в которой я рассказываю с использованием моих видео на канале все о заготовках которые я делаю лично мне эта книга безумно нравится мне просто приятно ее листать смотреть рецепты я вообще любитель книг с рецептами у меня даже есть небольшая коллекция каких только я книгу в коллекции и вот совсем недавно вышел календарь огородника который также мне безумно нравится фотографии потрясающие и народные приметы и я так все распределила дела по месяцу каждому месяцу по выходным всегда есть что сделать если вы вдруг что-то забудете вы всегда можете посмотреть мой календарь и выполнить эти работы в срок по крайней мере он точно вам поможет планировать календарь универсальный подходит для всех регионов только нужно будет посмотреть немножечко конечно поправку на свои условия и сдвинуть там на две недели на неделю на две недели сдвинуть все работы я думаю что это несложно вот поэтому я продолжаю заниматься садом и огородом просто немножечко в другой плоскости и как обычно у меня большие перерывы между видео впоследствии выливаются в длинные вступления перед видео и сегодня про огород который стоял без моего ухода в течение больше чем две недели дней 18 дней 18 дней прошло за это время очень много в огороде изменилось никто не поливал предвосхищаю ваши комментарии никакого подвоха нет никакой хитрости нет муж ходил поливал исключительно перец в теплице в алене нам саду я ему такие указания давала он их исправно выполнял здесь в калиновке не делалось ничего некоторые моменты вас удивят например отсутствие сорняков массовая но во первых какая-то очень сухая погода стоит а во вторых слизней в этом году столько что они сожрали все сорняки они сожрали и все мои практически июльские посевы которые я делала остался только дайкон в парнике я вам покажу и сожрали сорняки вот видите иногда когда можно нужно просто расслабиться и наблюдать за природой и можно получить такие вот интересные результаты и для тех кто пишет комментариях про то что их уже достали мои длинные бесконечные вступления в ютьюбе если вы будете смотреть это видео то есть тайминг обратите внимание на телефоне и на телевизоре есть тайминг и вы можете легко переключаться между эпизодами пропускаете всегда вступление смотрите самую суть в одноклассниках если вы будете смотреть это видео то тайминга там нет но есть описание для видео в котором я тоже обычно стараюсь этот тайминг указывать просто перематываете на нужное вам время если тайминга вы нигде не нашли то просто перематывайте есть функция перемотки ради бога не пишите всякие глупости не отнимайте время у блогеров вы все время пишите берегите наше время дорогие блогеры блогеры к вам тоже вызывают берегите их время не пишите глупости пишите приятные вещи это будет хорошо и вам и нам и да youtube в россии постепенно сходит на нет я уверена что нет этот рано или поздно наступит и поэтому так как я это знала гораздо заранее я уже подготовилась все 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 мои видео с youtube канала вы сегодня уже можете найти на дзене канал на дзене называется аленин сад можете подписываться там и смотреть точно также продолжать мои видео на одноклассниках я поселилась прочной надолго у меня теперь 50 тысяч подписчиков спасибо большое одноклассникам и там вы можете найти не только видео но и фотографии заметки статьи юмористические какие-то зарисовки картинки и так далее на мой взгляд я стараюсь делать очень интересным контент в моей группе аленин сад вконтакте я бываю гораздо реже по техническим причинам но я стараюсь выкладывать туда видео хотя бы репосты с ютюба делать ну что при отсутствии ютюба будет не актуально и вот только сегодня я узнала про то что ru tube позволит загружать видео с ютюба полностью перезагрузить их на ru tube попробую разобраться с этой функцией там у меня тоже есть уже давно канал аленин сад но там не все конечно же мои видео только очень эпизодические там бывают вот но если это сработает то на ru tube вы тоже сможете все мои видео найти посмотреть если вам это очень нужно я есть везде и зовут меня волкова и каналы мои называется аленин сад добро пожаловать а сейчас давайте смотреть мой огород через 18 дней моего отсутствия и так начну обзор от домика мне так сейчас как-то вот приятнее удобнее кажется только нужно выбрать какой стороны я начну с правой или с левой давайте начну с правой как наиболее такой уже устоявшийся старинной огородной части здесь вы видите мою малину которая начала созревать осенняя малина ремонтантная начинает созревать каждый день тут прямо на ней зрелые ягодки и очень очень много пчел сегодня жаркий солнечный день и просто масса пчел которые собирают нектар на вот этих невзрачных совершенно казалось бы никчемных цветочках малины но цветочков то этих очень много все мои старания по уходу в этом году за малиной они воздадутся большим урожаем посмотрите у этой малины интересная особенность первыми цветут верхние цветы и ягоды формируются а дальше вот нижние ярусы цветут завязываются и это происходит до мороза потом когда я соберу эти по моему здесь тоже начинается отрастание новых побегов не побегов а цветоносов и новое цветение начинается в общем эта малина она всегда уходит с бутонами прямо вот под снег с недоразвитыми ягодами бывает что даже жалко но обычно вот обычно так происходит все зависит от сезона в этом году очень тепло длинное лето поэтому уже сейчас можно хорошо начинать собирать ягоды ягоды у нее вот такие красивые большие постепенно 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 можно насобирать очень много потому что она плодоносит до снега вот такими красивыми и вкусными ягодками какой-то сорт я вам не скажу понятия не имею он остался от предыдущего хозяина этого участка здесь у меня мангольд пересадка из самосева от него отстала тля наконец-то и кто слизни как-то тоже от него отстали улитки и он начал пушиться красивенько расти большими вот листочками можно уже собирать и делать из него зеленое пюре для заготовки на зиму кустик единственный кустик здесь ягодного физалиса разросся уже на квадратный метр то все одно растение может себе представить дальше картошка которые сегодня буду копать и семян ботвы уже не осталось никакой здесь у меня портулак который даже и зацветать а нет вот собирается зацветать вот здесь вот бутончики есть нужно его обрезать ты мне очень интересно посмотреть как он будет цвести обрезать и что-то с ним сделать приготовить какой то есть интересно грузинское блюдо из портулака надо поинтересоваться как она готовится и приготовить здесь кстати один единственный кустик майорана мне удалось в этом году вырастить обожаю это растение но каждый раз какие-то проблемы с ним возникают я рада тому что он у меня есть хотя бы в таком виде засуха поливать я ничего конечно не собираюсь это вообще не входит в мои планы но очень сухо и горох взошел редко очень редко но как будто бы так я его и сеяла так выглядит но мне кажется я сеяла чаще и вот растет но медленно растет конечно же при поливе это было бы гораздо лучше кабачки я писала и в телеграм-канале и в одноклассниках про кабачки которые муж мой не заметил он так мне и сказал я не нашел кабачки на огороде в результате я собрала много переросших здоровенных кабачков коту из которых буду делать кабачковую икру это не проблема много чего из них можно сделать ну и здесь сразу же начали расти молодые кабачки вот все хорошо видно для того чтобы поддержать это растение и точно собрать урожай еще потому что еще месяц у нас будет вот такой хороший подходящий для них погоды я должна сегодня сделать подкормку и для подкормки моих кабачков сегодня буду использовать удобрение которое называется удобряй в его составе содержится натуральные компоненты в очень большом количестве это растительные экстракты органические кислоты макро и микроэлементы янтарная кислота и комплекс из 18 аминокислот комплекс витаминов группы b энзимы и полезные почвенные бактерии даже есть в этом растворе очень удобно использовать применять потому что можно смешивать с разными другими препаратами кроме фунгицидов и потому что удобрение здесь содержится в хилатной форме то есть очень легко доступны для растений непосредственно в момент применения им можно обрызгивать по листу можно делать корневую жидкую подкормку удобрение представлено несколькими видами есть для овощей есть для комнатных и балконных цветов и удобрение для садовых декоративных и цветочных культур на 10 литров воды потребуется всего лишь 70 миллилитров этого удобрения которое нужно обязательно взболтать перед использованием я буду использовать корневую жидкую подкормку потому что мне мои кабачки нужно не только удобрить но и хорошенечко полить предварительно я взрыхлила почву удалила все сорняки обрезала все плохие листья у бачков поэтому обязательно подписывайтесь на канал и тогда вы точно узнаете и увидите какой эффект удобряй произвел на мои растения удобрение можно приобрести на любом маркетплейсе яндекс маркет wildberries озон я лично приобретала на озоне очень удобная доставка до пункта выдачи где я его получила и смогла использовать с легкостью приобрести удобряй вы можете по ссылке в описании к этому ролику здесь у меня посев дайкона так как это закрытое пространство то первые всходы слизни улитки не нашли кто там еще не знаю кто присутствовать мог и поэтому множество растений дайкона есть это я должна прополоть и полить в других местах все посевы были съедены и уничтожены здесь я тоже вон там уже вижу два слизня сидят но видимо уже вот на такой стадии колючий они дайкон не едят ну или просто какие-то скромные слизни только сорняки тут подъедают им даем тут довольно много еды не знаю в общем здесь благодаря тому что в парни все росло все сохранилось а вот здесь рядом были всходы редьки они были уничтожены полностью слизнями и улитками так здесь у меня чабрец или как там его правильно забыла чабер однолетний чабрец это который тимьян наверное а это чабер однолетний вкусно пахнет нужно просто срезать и засушить здесь у меня на семена растет горчица с фиолетовыми листочками очень неплохо она отсвела не будет довольно много семян и здесь у меня на семена растет редиска тоже образовалось множество стручков все упала вот и у меня будут собственные семена редиса здесь будут разные сорта и в общем то для меня это не проблема это будет такого рода эксперимент тоже интересный посмотреть что вырастет из самосборных семян бобы уже все они уже закончили свой жизненный цикл созрели теперь нужно их только собрать проморозить для того чтобы уничтожить бобовую зерновку которая тут наверняка присутствует в этих бабах сейчас они выглядят хорошо вот симпатично но очень быстро на них могут появиться точечки а из этих точечек выберутся на поверхность жучки вот чтобы этого не произошло их нужно проморозить причем как не старайся до промораживания вообще да 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 как до того как жучки эти вылезут на поверхность их внешне никак не видно то есть только после некоторого времени хранения они становятся заметными так и вот тут я правильно угадала здесь фиолетовые бобы у меня все что было из прошлогодних по моему посевов я все в этом году посеяла для того чтобы накопить как можно больше семян разных сортов бобов чтобы я потом могла без всяких мыслей горстями их сеть по своему участку и морковка морковка здесь у меня посажены такие сорта более поздние и в смеси я не скажу какая тут морковка нет она не выдернется без лопаты но к счастью без морковной мухи а здесь дальше у меня морковка морковка я знаю сорт это амстердамер не выдергиваемая нужно все выкапывать в общем с морковка проблем у меня нет покажу с чем проблемы есть морковкой точно нет вот проблема моя это тыква она разрослась на все вот это пространство сорт беретина и там внутри я не нашла ни одной тыквы я нашла тыкву только здесь вот где где вот вот так это еще одна о ой вот одна тыква которую я впервые первый раз сейчас увидела но с таким подходом может быть и там что-то тоже есть в глубине просто я не увидела я вам хотела показать только вот эту тыковку я думала что одна она здесь имеется только лишь все остальные завязи хоть они и были и постепенно на ней формировались эти завязи вот к соседу она упал зла надо возвращать на родину тыкву они все пропали их больше не существует а здесь у меня лаура тыква и вообще как бы пустота на лауре нет вообще ничего только лишь какие-то пустот цвет и пустот цвет и пустот цвет и и нет абсолютно женских цветков может быть она какая-то очень очень позднеспелая хотя написано было что нет и тыква нужно было с апреля ее выращивать на рассаду не знаю не знаю а нет вот вот я конечно блогер огородник вам рассказываю истории интересные вот она вот она вот сначала посмотреть надо хотя с другой стороны так интереснее согласитесь вот она лаура и вот два плода которые она будет формировать не дай бог их сожрут слизи я тогда на них разозлюсь ну хотя бы два это уже здорово конечно я вам показываю все без подготовки вот как я пришла через 18 дней на участок так я вам все это и показываю рассказываю все как есть вот поэтому конечно тут можно было бы поухаживать но для тех кто не понимает смысла как бы зачем я показываю я вот это сейчас объясняю еще раз можно было бы поухаживать можно было все прелезать можно было все красиво подготовить картиночку для вас и показать какая я молодец и на дуде и грец но я показываю все так как есть для того чтобы мотивировать вас на здоровые отношения с огородом и мой огород в контейнерах здесь горошек душистый который мне подарила ольга не погиб не погиб и это уже радует но конечно не цветет он так как мог бы потому что его даже никто не поливал все это время но есть семена можно собрать и на следующий год у меня будет еще одна попытка вырастить более красивый более пушистый тушистый горошек и здесь в ванне перцы и базилик чувствуют себя прекрасно вот какой перчик яркий красивый разных сортов вот этот посмотрите это заспанак заспанак вот какой он заспанак просто супер он просто супер это медуза и это второй ее вариант повыше смотрите ну классные же ну классные супер а здесь томат плоды я собрала с основные с кистей потому что начался фитофтороз на них но только на некоторых плодах листья и все растение как вы видите она еще не пострадала полностью потому что когда фитофтора начинается массово но это два дня и все и ничего не осталось от растения поэтому я оставила верхние кисти потому что если погода будет хорошей то эти плоды хотя бы до технической спелости зеленого состояния до зря это я смогу их собрать но нет так нет ничего страшного тоже не произойдет но базилик он его отщипываю он у меня в большом количестве я вам в теплице еще его покажу в этом году будет очень много базилика сушеного и в теплице базилик нескольких сортов здесь даже пчелки сюда залетели и мед собирают молодцы по-разному пахнет по-разному выглядит но заметьте такой важный момент нюанс что здесь он растет без полива в самое жаркое время года то есть базилик смело можно отнести к засухоустойчивым растениям который не обязательно постоянно поливать вот этот лимонный базилик один кустик вкусно пахнет лимоном это сладкий по моему по английской sweet basil называется сладкий базилик хотя он совсем не сладкий не знаю почему так называется это базилик арарат он мне нравится тем что он не зацветает пока что он еще не с этой стороны а нет вот с этой стороны вон один куст кстати только один кустик зацветает а все остальные нет потому что базилику нужно постоянно прищипывать макушечки и я этим занимаюсь поэтому мне такой пустистый но какие-то виды базилика они быстро на этот тайский базилик быстро снова начинают свести этот черный он долго думает здесь у меня высушился уже полностью лук я приготовила уже инструменты для того чтобы его перебрать здесь у меня лимонная трава которая выросла за лето в очень большие кусты все это будет собрано и можно будет наготовить очень много чая с лимонной травой это лемонграсс можно будет ее использовать в компотах можно заморозить ее в общем использовать всяческие я размышляю нужно ли мне ее сохранять снова на зиму потому что это посев прошлогодний просто я выкопала осенью несколько корней сохранила легко очень она сохранилась зимой без проблем и высадила вот в теплицу тоже без полива но на краю ближе к стенке теплицы поэтому корни теоретически полноценно могут найти воду вне теплицы ну и помидоры вот так выглядит моя помидорная теплица вчера вечером я у нее обрезала листья не буду лукавить кладоспориоз массово поразил листочки вверх видно по верхам видно пятнышки это все кладоспориоз фитофторы нет сегодня пришла увидела что ветром видимо потрясло помидоры отвалились надо будет домой отнести там они дозреют ну и урожайность очень хорошая я не гонюсь за какими-то супер мега мега супер достижениями этого количества помидоров я уверена хватит нам для того чтобы и наестся ими полноценно наездся в сыром виде и салатов наделать и даже на заготовке много чего останется не помидорами едиными жива моя семья я ящик уже привезла один кустик тут бычьего сердца убрала и так и лежат эти помидоры пока в рот не положишь никто их не замечает но я сделаю отдельно видео с обзором по сортам подробно уже все вам расскажу какие сорта лучшие какие худшие есть тут уже такое у меня деление вот я думаю что вам будет это интересно подписывайтесь на канал и обязательно обо всем узнаете так и последняя последняя вторая сторона моего участка это фасоль здесь у меня спаржевая и кустовая фасоли и сегодня завтра мне нужно будет обязательно собрать ее урожай и распределить по сортам смотрите какие классные ручки правильно бобинки бобы вот это спаржевая фасоль надо поискать надо поискать вы все будете спрашивать какой сорт мы смотрите какая классная вау мне очень нравится ой какая хорошенькая красивенькая главная такая толстенькая крепенькая фасолька и очень красивая и это у меня марвел д пьемонте да стало гораздо лучше до понятнее посев 27 мая был сделан marvel д пьемонте французская какая-то фасолина обязательно нужно будет оставить на семена ее здесь у меня макси дор мини дор и другие вот это мне очень нравится очень вкусная она вот за что я люблю спаржевую фасоль просто пришла в мае посеяла я ее покидала вот так семена с бороздки и все все я ее не поливала я ее один раз только лишь прополола все я показываю на видео никакого чуда никакого там никаких супер средств никакой фантастики абсолютно нет один раз прополола и все и сейчас я могу просто прийти собрать эти стручки и заготовить их заморозить законсервировать просто сварить насладиться они когда свежие только вот собранные они безумно вкусные никакие вредители к счастью фасоль не едят не не вредят ей особо сильно есть конечно проблемки но вот много чего остается и для нас поэтому обожаю эту культуру да и плюс ко всему она безумно полезно фасоль стручковая она же спаржевая она очень и очень полезна в ней масса полезных веществ не менее полезно чем помидоры и гораздо более полезно чем огурцы здесь все что я сеяла в июле успешно съели слизни включая сорняки видите ничего нету чуть-чуть осталось вот гороха совсем немножко яблоки уже нападали и здесь у меня горький перец острый три растения был грузинский нос пока что я не вижу здесь какой-то огромной урожайности ну вот тут три стручка здесь один и здесь один и яблоня затеняет ему не очень хорошо здесь у меня просто такой ой я сломала ветку но я надеюсь что она обратно прирастет просто каенский перец острый ручковый классический до верха у него плоды а здесь еще один кустик каенского и заспмак который завалился под тяжестью плодов есть причины которым он может завалиться ну согласитесь что это тоже приятно когда растение растут сами по себе острый перец он гораздо более неприхотливый здесь у меня уже что-то испортилось слизни подгрызли более не прихотливый чем сладкий перец и он всегда всегда абсолютно с урожаем и в открытом грунте я его не высаживаю в теплицу и вот что результате получается острый перец посмотрите сколько плодов больше чем мне нужно и только в прошлом году начала любить острый перец и пока что это любовь в семье у меня у одной и и этого мне более чем достаточно тем более что у меня вот еще есть и еще вот это конечно чудо расчудесное очень красивый это называется purple cluster сорт по моему до верха до верха все у него завязано все в плодах очень красивые плоды разного цвета красные зеленые фиолетовые стручки очень декоративный а сзади мини-мини from Brazil это дикий вид перца который просто интересно было поворачивать это перец ягодовидный по моему капсикум бакатум латинское название у меня лучше задержалась в голове чем русская вот такие малюсенькие малюсенькие стручочки формирует очень остренькие и кусты огромные вырастают до двух метров высотой этот конечно не два метра но полтора он точно успел вырасти вот для сравнения перец однолетний высота его ну это настоящее дерево и что с ним делать ничего замерзнет погибнет и все главное успеть собрать семена ну пока что спелых стручков я на нем не вижу и здесь виноград черенкование винограда как вы видите все прошло успешно но вот этот кустик он успешнее всех очень большой прямо разросся лоза начала расти во все стороны вот эти два еще тоже принципе живы и хорошо здесь у меня фасоль прекрасный ясть я вижу как наклонились опоры потому что за время моего отсутствия был ураган небольшой в нашем регионе других местах был очень большой ураган поэтому сильно у нас таких ущерба не принесло но есть некоторые моменты вот фасоль чуть не упала другую шпалеру вам тоже покажу там она упала муж поправлял ее и кусты георгин поломала некоторые к сожалению мои любимые сорта вот а это прекрасный ясь в этом году он еще лучше растет чем в прошлом и уже будет довольно существенная урожайность это очень очень крупные белые семена и это семена фасоль у нее идет конечно семена они стручки не спаржевая фасоль ну и потери них есть вот пожалуйста как я не старалась свою капусту брюссельскую спасти от всех вредителей которых зарастут пять-шесть штук я насчитывала в результате она была съедена гусеницами бабочки капустницы гусениц не так много после съемок я их соберу и уничтожу и может быть еще даже что-то из этого получится но почему нет я уже сейчас вижу зарождающиеся качанчики в пазухах листьев на мой взгляд наоборот потери листьев должна спровоцировать рост пазушных почек в этом растении проверим мою теорию ну а так вот конечно это мое упущение можно было даже перед отъездом накрыть все это специальной сеткой и таким образом я бы защитилась вот эти гусеницы с другой стороны ой да кому нужна эта брюссельская капуста с другой стороны не так уж много я потратила силы и эмоций на то чтобы посадить несколько этих растений конечно хотелось бы и конечно если бы получилось мне было бы приятнее но если не получилось то ничего страшного и эта часть огорода здесь у меня растет мята ноготки я посеяла их никто не сожрал между прочим ну сорняки само собой никто не полол здесь ук о укроп он взошел господа хотел сказать здесь все полная фигня ничего нет а здесь есть укроп просто нужно полить и прополоть ха-ха я буду скоро со своим укропом как раз мне его всегда не хватает в сентябре в октябре он взошел чудо чудо вот там там всем всем везде есть укроп небольшая прополка полив подкормка сделают мою осень укропной отлично капуста белка чан ее не съели гусеницы зато улитки и и вну просто никак не хотят оставить в покое вот это просто что-то что-то имя очень сильно любимое при любимое ой 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 смотрите и и слизни и улитки прям в центр центр им нужно забраться уже капуста начинает качанчики завязывать и они ей не дают этого делать снова и снова все ой посмотреть это какая красота сколько их тут штук ну вот на этой капусте улитки конечно правят балом это что-то невероятное сколько улиток я уже на ней снимала сколько еще сниму если ничего не предприниму я не буду картошка тоже уже поражена фитофторой конечно же ну почему конечно же потому что у всех кого я не ходила не смотрела по участкам фитофтора убила картофель довольно рано в этом году вот здесь я вот уже копала прекрасный урожайчик она не крупная но в гнезде по 10 картошин я убрала на одну посаженную 10 средних такого размера картошин есть потом позже может быть покажу выкопаю вот остатки покажу вам ее урожайность свекла прекрасно себя чувствует отошла она от этого заболевания которое было листья позеленели корнеплоды наливаются это второй посев свеклы и ее я буду убирать наверно в конце сентября еще будут дожди еще будет прохладная погода и я думаю что корнеплоды гораздо увеличится будут крупнее чем сейчас сейчас я пока там что-то такое крупное сильно я не вижу так здесь горох который не собрали и он заболел мучнистой росой по моему как-то вот он выглядит странно дальше физалис гигантский физалис мексиканский торова немножечко штормиком этим потрепала тут вот даже отломалась большая ветка но что характерно она не засохла не завяла как ни в чем не бывало продолжает плодоносить поэтому наверное я даже ничего трогать не буду чтобы уже не нарушать эту систему хорошо что я его подвязала перед отъездом это конечно значительно поспособствовало его сохранению а вот это кстати сорт королева малиналька у нее такие вытянутые плоды и очень очень крупные с половиной ладони моей в прошлом году были но это гораздо более поздний сорт а так как это самосев то урожайность будет не очень высокой там кукуруза початочки уже у нее созреваем не созревают наливаются активная стадия роста початков выглядят они хорошо лучше чем в прошлом году поэтому будем мы в этом году с кукурузой здесь георгины вот к сожалению про что я говорила этот куст моего любимого сорта поломала завалила его и попробую подвязать сегодня но никаких гарантий как говорится боюсь что когда я начну поднимать я полностью отломаю эти стебли есть у меня такие опасения а вот сзади мой обожаемый сорт георгин заметьте он не пострадал он не завалился даже от ураганного ветра он остался стоять вертикальном положении за что я его очень сильно и люблю но в этом месте немного затенения из-за рядом растущих растений снова и поэтому он как-то вот не так пышно цветет хотя шишек набрал много будет еще будет еще много цветочков и здесь томаты помните я вам говорила что я еще пожалею осенью что я их сюда посадила в принципе не пожалела но и толку от этого никакого нет потому что в мое отсутствие они заболели фитофтурой принципе тут еще есть и здоровые плоды которые ну нет уже не здоровые видите уже не здоровые довольно крупные плоды но пораженная фитофтурой все какое-то сердечко даже вон пытается созревать жалковато прямо скажем жалковато но с другой стороны чего бы вы хотели да в открытом грунте посадить помидоры чтобы они вам тут без укрытия без всего прям далее урожай прибалтики чудес не бывает чудес не бывает прибалтики в открытом грунте на земле томаты не удаются и тыква у чекури тоже все слизни у нее объедали объедали все плоды но она забралась на крыжовник и на крыжовники дело пошло как надо я вижу сразу три плода у нее теперь раз два три времени для тыквы еще достаточно до заморозков она будет расти и по крайней мере одну тыквину то уж точно она сможет выкормить до зрелого состояния и я с тыквой буду оказывается я уже честно говоря думала что я без тыквы в этом году все голодать буду всю зиму нет не получится без тыквы мне остаться не получится это судьба и фасоль спаржевая тут разные разные сорта очень интересные есть сорта так я не поставила еще одну вот перекладинку пробел поэтому в этой шпалере вот она завалилась муж тут ее под подравнивал каким-то образом паржевая вьющаяся фасоль начинает немного позже созревать чем кустовая поэтому с ней пока что я работать сейчас не буду пока что она подрастет соберу сначала вот тот гектар своей фасоли потом приступлю к этой туда вот подойду в начало немножко вам поближе и и все-таки покажу я надеюсь что видео вам понравилось на какой бы площадке вы его не смотрели я прошу пожалуйста не забывайте ставить классы лайки пальчики вверх и подписывайтесь на канал алюнин сад и конечно же пишите комментарии мне всегда очень важна интересная обратная связь и я не из тех блогеров которые никакой реакции на ваши комментарии не дает я всегда отвечаю и конечно же ставлю сердечки тем комментариям которые мне нравятся поэтому когда я захожу на youtube например и вижу там целую кучу красных сердечек которых я поставила мне становится очень приятно я желаю вам всего самого наилучшего чтобы поскорее закончились все эти непонятные времена настало время спокойствие время стабильности и умиротворенности для нас для всех чтобы мы могли наслаждаться полноценно нашей жизнью и нашими растениями в огородах желаю вам всего этого от всей души и и увидимся очень скоро в новом видео на канале алюнин сад